Друзья, всех приветствую! У нас сегодня краткий обзор Chevrolet Tahoe в комплектации Polis Vehicle. Это настоящий автомобиль, который создавался для полиции, для спецслужб. Если вы по ВИН-коду прочитаете, он так и будет считаться. Polis Vehicle. Автомобиль приобрел вторую жизнь гражданскую. Он прибыл к нам из Канады. Сейчас я вам покажу, как производится конверсия, возвращение автомобиля в гражданский вид. В первую очередь, полицейский автомобиль у нас, помимо всяких стробоскопов и спецсигналов, оборудуется у нас фароискателем. Вот здесь пока временно заклеили, будем это устранять. Было посадочное место под фароискатель. Салон у нас также такое отверстие с заглушечкой. На панели передней у нас стояли компьютеры, стояло крепление радиостанций различных. Также это все убрано, будет переделываться, перешиваться. По задним дверям, по задним отсекам, на окнах стояли решетки. Видны также у нас заглушки. Отсутствуют, да, отсутствуют у нас кнопки блокировки дверей. Также нельзя было из салона открыть. Все задние двери на полицейских автомобилях открываются вот с такой вот ручки. Вот он, фиксатор блокирует, разблокирует, чтобы вас задержанный, находясь в салоне автомобиля, не мог выбраться. Также отсек между передней частью и задней был разделен сеткой металлической. Вот здесь крепежные отверстия находились, временные заглушки. По задней части автомобиля были также дополнительные крепления, различных специальных средств для оружия. На крыше автомобиля мы видим, что остатки от антенн были установлены. Там были у нас отверстия. В целом автомобиль в неплохом состоянии. Общий пробег на сегодняшний день у него составляет 380 тысяч километров. В Эстонии на автомобиль установили газобаллонное оборудование. Кстати, установка ГБУ в принципе неплохая. Более-менее грамотная, что за последнее время я вижу. У нас грамотно закреплен редуктор, расположен вертикально. Грамотно фильтр закреплен, ничего не болтается. Сами форсунки топливные, газовые, расположены на рампах, которые прикручены у нас к коллектору на жесткую. То есть их не трясет, все отлично работает. Еще одна особенность этой газовой установки. Мне в принципе интересно, как ребята устанавливают в Европе газ в различных странах. Здесь стоит два блока управления газовым оборудованием. То есть каждый из блоков рассчитан на 4-цилиндровый двигатель. Два блока, 8 цилиндров. Мне интересно будет еще потом продиагностировать, посмотреть, как они между собой взаимодействуют по коррекциям. У нас по левой и правой стороне. Что еще по этому автомобилю у нас было? Была проблема с катушкой зажигания. Если вы посмотрите, вы увидите, что у нас катушка на 3-м цилиндре. Она отличается от всех остальных. Чтобы автомобиль продолжил движение, поставили ему катушку от 900-го кузова с 2007-го года по 2014-й год. От автомобиля Cadillac Escalation, Chevrolet Tahoe. В принципе, чем хорош GM, у них катушки взаимозаменяемые. Много комплектующих по двигателям, по электрике, по ходовке, которые меняются. И здесь, на данный двигатель, 2016-го года, например, можно внедрить в случае необходимости катушку с, например, 2000-го года, с 1999-го года, с мотора Ген 3-го, 5.3-6.0 литра. Без проблем все это будет работать. Сейчас временно поставили катушку, чтобы автомобиль смог продолжить движение. Потом в дальнейшем поменяем на нормальную, оригинальную, чтобы все красиво выглядело. В целом, для пробегов 380 тысяч, в подкапотке, в хорошем состоянии, все у нас. Также мы произвели замену термостата на этом автомобиле. На Ген 5-х моторах, L86, L87, L83 моторы, у них известная проблема с термостатами. Термостаты подклинивают в открытом состоянии, и двигатель не прогревается выше 70-71 градуса Цельсия. В следствии коррекции ползут, двигатель начинает расходовать больше топлива, потому что работает на прогревочных режимах, прогревочных картах, зажиганием. Так, что еще интересно вам показать? Ну, по багажнику, как я уже и сказал, тоже были различные крепежные отверстия, подсетки. Их тоже, да, их закрыли. В целом, больше из такого ничего не осталось. Да, ну, все то, что оборудование, которое было полицейское, естественно, оно перед отправкой автомобиля, оно все извлекается, оно все снимается. То есть автомобиль полностью пришел в конверсию, в гражданский вариант. Заправочный лючок под ГБО, бампери расположены, аккуратненько сделан. Вырез баллон сзади под днищем расположен. Да, фонари задние от GMC, от Cadillac, у них одинаковые кузова. Все это дело взаимозаменяемо. Да. Также мы полную диагностику провели по двигателю, по коробке. Посмотрели все коррекции, посмотрели все важные параметры, которые нам необходимы. Вот, ну и пробег 380 тысяч, ребята, с двигателем все ок. Естественно, на таком пробеге у нас уже коробка перебиралась, потому что коробки 6L8, 16-ступенчатые, они в среднем живут 200-250 тысяч километров, а далее требуется ремонт гидротрансформатора, его замена. Так что коробка здесь отремонтирована была.